В начале встречи Александр Коган предлагает представителям административного состава и заведующим кафедрами ПУЖГИНИ отойти от регламента и пообщаться в неофициальной обстановке в формате вопрос-ответ, но сначала знакомство с самим ВУЗом, его достижениями и проблемами. Марина Дулясова, исполняющая обязанности ректора, в своей презентации постаралась рассказать не только об учреждении, но и о том, как развито высшее образование в Московской области. В регионе расположено всего пять федеральных ВУЗов, в их числе и ПУЖГИНИ. Ни для кого не секрет, что из подмосковных ребят, поступивших в столичные институты, лишь единицы возвращаются на свою малую родину, чего не скажешь о выпускниках нашего ВУЗа. ВУЗ находится в Московской области и работает в первую очередь на потребности предприятий Московской области. 51% наших выпускников остаются в Московской области в компаниях, либо научных институтах, научно-исследовательских институтах Московской области. Пущинский ВУЗ на 26% обеспечивает Подмосковье исследователями в области биологии. Почти 98% выпускников магистратуры работают по специальности, из них порядка 60% продолжают обучение в аспирантуре ведущих российских и зарубежных ВУЗов. Марина Веденеевна подчеркнула, что в регионе необходимо развивать высшее и среднее специальное образование, чтобы обеспечить кадрами промышленность Московской области. Один из шагов будет сделан уже в 2022 году. При поддержке наукограда, при поддержке Московской области ВУЗ выиграл грант на оснащение программ среднепрофессионального образования. Грант 2022 года. Одними из основных проблем Марина Дулясова назвала недостаточную материально-техническую базу, небольшое количество бюджетных мест, которые выделяются только лишь за счет федерального бюджета. А ведь 60% реализуемых ВУЗом программ – единственные на российском рынке образовательных услуг в сфере биомедфармкластера. То, что направленность ВУЗа приоритетная для государства, отметил и Александр Коган. Количество импортных лекарств, которые сегодня существуют на рынке Российской Федерации, она невероятно, она колоссально зашкаливает все мыслимые и немыслимые нормы. Мы должны сами иметь свои лекарства, свои препараты, мы должны иметь производителей этих препаратов. Александр Борисович уверен, что решить такую проблему можно, но на это, естественно, уйдет время. Нам в Московской области повезло, на нашей территории действует такой наукоград, как Пущин, с конкретным направлением – это биология, медицина, инженерия в этом направлении. И мы, по большому счету, абсолютно уверены в том, что если мы сейчас объединим усилия, соединим базовую прикладную науку, поставим отличное звено, которое будет еще и коммерциализацией заниматься, то в ближайшие 5-7 лет мы эту проблему можем решить на территории Российской Федерации. Вопросы коммерциализации разработок были подняты и на встрече в Институте теоретической и экспериментальной биофизики. Здесь Ирина Фадеева, заведующая лабораторией биомедицинских технологий, провела экскурсию и рассказала об основных направлениях исследований. Это разработка новых материалов и подходов для малоинвазивного лечения остеомелита, герниопластики и пролапса внутренних органов, технологии получения иммуностимулирующих препаратов и так далее. Мы выиграли мегагранты, вот непосредственно был научный руководитель, самый известный из всех медикандриальщиков мира, профессор Лемастер Джон Джей. Мы создали лабораторию, вот это вот первая из отпочкованных от материнской лаборатории, лаборатория фарморегуляции. И вот уже вторая лаборатория, это моя. Так что сейчас мы работаем таким агломератом из трех лабораторий и решаем все проблемы какие-то, какие-то задачи с трехсторонним подходом. Ирина Сергеевна рассказала о приборах, которые были приобретены благодаря президентским грантам. Уникальное оборудование помогает проводить новые исследования. Здесь ученые трудятся и над разработкой современных технологий регенерации костной ткани. На самом деле, наверное, большие перспективы у этой разработки, потому что уже сейчас на определенных опытах показывается эффект этого исследования. Конечно же, стоит дело за следующим шагом, это непосредственно внедрение, коммерциализация этого исследования. Ну и здесь, соответственно, должны друг друга найти и бизнес, и коллеги из научно-исследовательского комплекса. Пущина активно развивается и достаточно серьезно опережает время, отметил советник губернатора Александр Коган. Но очень важный момент – это следующий шаг – коммерциализация. Здесь в данном случае и задача правительства Российской Федерации, и задача правительства Московской области – вот как раз на этом направлении оказать максимальное содействие, создать условия, чтобы соответствующие все эти разработки внедрялись. Встреча советника губернатора, главы города и сотрудников лабораторий продолжилась в неформальной обстановке. Александр Коган поблагодарил ученых за их открытие и ответил на волнующие вопросы. Ольга Шалатова, Андрей Михайлин, Дмитрий Строконь. ТВ Спущено.